Я в сети. Здравствуйте! Как ваше настроение? Надеюсь, замечательно, да? Тогда мы продолжаем заниматься. А теперь откройте тетради, отступите 4 клетки от последней записи, запишите классная работа, на полях запишите число. Итак, чем мы занимались на предыдущих уроках? Делением рациональных чисел. А сегодня мы продолжим работать над делением рациональных чисел, но и вспомним то, что вам уже известно. Сложение и прочитание, умножение рациональных чисел. Задача каждого из вас сегодня разобраться в том, как он освоил эту тему. И если потребуется доработать, то что еще не совсем получается? Это вам нужно для успешного написания контроля на работе. Сейчас перед вами свойства действий с рациональными числами, записанные с помощью букв. Сможете ли вы рассказать свойства сложения или умножения, пользуясь этой схемой? Я думаю, да. Если у вас нет еще карточки с этими формулами, то следует вам ее сделать. Итак, начнем с разминки. Цель которой повторить правило и настроить вас на работу в течение уроков. Пожалуйста. 4 умножить на минус 3. Будет 12, да? 2 отрицательных числа умножаем, получаем положительное число. Далее. 12 минус 45. Ставим знак большего модуля. А модули вычитаем. Будет минус 33. Минус 33 умножаем на 5. Произведение будет отрицательным. Числа умножаем на 5. Получается минус 165. Плюс 17. Знаки разные. Ставим знак большего модуля. Минус. Модули вычитаем. То есть 165 минус 117. Минус 17. Будет минус 148. И плюс 48. Ставим знак большего модуля. Минус. Модули вычитаем. В результате получаем минус 100. Следующая цепочка. Минус 2, минус 7. Знаки одинаковые. Ставим знак минус. Модули прибавляем. Минус 9. Минус 9 плюс 59. Знаки разные при сложении ставим. Знак большего модуля. Модули вычитаем. 50. Числа имеют разные знаки. Поэтому в ответе при умножении ставим знак минус. Модули вычимаем. Знаки разные при сложении ставим знак большего модуля. Минус, да? И модули вычитаем. минус 133 минус 133 минус минус 3 будьте внимательны вот эти два минуса у нас дают в результате плюс поэтому получается минус 133 плюс 3 ставим знак большего модула минус и модули вычитаем будет минус 100 молодцы, справились хорошо прежде чем перейти к заданию посмотрите, какого типа у вас будет контрольная работа на следующем уроке мы с вами еще отработаем некоторые умения которые пригодятся нам при выполнении контрольной работы а именно это как перевести неправильную дробь в смешанное число посмотрите и запишите рассмотрим дробь 7-3 как записать в виде смешанного числа разделим 7 на 3 с остатком в итоге у нас получается 2 неполночастное и остаток 1 в целую часть мы записываем неполночастное 2 числитель остаток отделения единицы но а знаменатель остается прежним эта операция называется выделением целой части другая обратная операция преобразовать смешанное число в неправильную дробь для этого надо целую часть умножить на знаменатель и прибавить числитель целую часть умножаем на знаменатель плюс числитель знаменатель оставляем прежним 1 равно 35 четвертого это ну а теперь начнем с первого задания для подготовки контрольного обыкновения выполнить действие можете нажать на клавишу пауза и выполнять задание обращаю ваше внимание на формирование посмотрите при умножении чисел в десятичных дробях мы записываем не обращая внимания на запятую да начинаем умножать 8 умножить на 1 8 умножить на 2 записываем число далее умножаем на 3 записываем под это троечка вот он 3 умножить на 1 3 умножить на 2 дальше сложили результаты и только в результате ставим запятую отсчитывает два знака справа так как у нас два знака после запятой в обоих множителей следующий пример два смешанных числа отрицательных в результате у нас должно получиться число со знаком плюс смешанные числа мы превращаем в неправильные дроби умножаем по правилу умножения декабряных дробей сокращаем записываем в виде смешанного числа либо десятичных дробей все преобразования у меня записаны и у вас тоже должно быть следующий пример деление десятичных дробей два числа имеют одинаковые знаки значит в результате будет плюс дальше вспоминаем как мы делаем переносим запятую на столько знаков на сколько их делите на сколько переносим он тоже на один знак получается 141,6 разделить на 6 дальше мы только можем разделить в столбик и записываем ответ последний пример для конца данных делим десятичные дроби на числа определяем знак ставим минус и затем делим для этого чтобы хорошо уметь на числе вы должны повторить параграф 37 38 40 правила умножения делим рациональных чисел переходим переходим ко второму заданию упростить выражение какие слагаемые алгебраической суммы называют подобные слагаемые это слагаемые которые имеют одинаковую буквенную часть в этих примерах вы должны раскрыть скобки и привести подобные слагаемые а привести подобные слагаемые это надо сложить их коэффициенты и полученный результат умножить на руку посмотрите оформление решения задачи умножили коэффициенты умножили в руку подчеркиваем обязательно в контрольной работе подобные слагаемые одной черточкой минус 7а и плюс а подобные слагаемые и другая группа подобных слагаемых минус 9b плюс 11b сгруппировали вынесли общий множитель за скобки минус минус а плюс 8 плюс плюс мы ничего не умерли дальше переводим подобные слагаемые записываем результат украшаем выражение дальше ничего не можем с ним сделать. Просто упростили выражение. Последнее задание. Раскрываем скобки используя распределительное свойство. Итак, минус 3 умножаем на каждое число скобка. Минус 3 умножаем на c. Минус 3 умножаем на минус 5. Плюс дальше. 6 умножаем на c. Плюс 6 умножить на 3. Приводим подобные слагаемые. Записываем призыв. Следующее задание. Пример. Посмотрите. В каком порядке выполняются совместные действия с рациональными числами? То же самое. Если есть у нас скобки, то обязательно сначала выполняем действия скобков и затем умножение умножения слева направо. Упростим скобках. Посмотрите. Минус, минус дают нам в результате плюс. Затем расставляем порядок действия. Первая скобка, вторая деление, третья умножить, четвертая вычисли. Каждое действие записываем отдельно. Выполняем полное решение. Если нужно, то столбики тоже все должно быть у вас в тетради. Записываем ответ. Следующее задание. Это сложные задания. Посмотрите. Чему равно значение выражения? Какие законы здесь нужно использовать? Во-первых, раскрытие скобок. Будьте внимательны. Стоит минус. Будем раскрывать скобки, знаки поменяем. Дальше. Привести подобные слагаемые и записать обращенные выражения. У вас стоит. Чему же равно это выражение, если известно, что 2х-у равно минус 8. Здесь вы должны заметить. Если вот это выражение минус 1,4х плюс 1,7у расписать по-другому, как минус 2 умножить на 0,7х, плюс 0,7х, вы увидите, что у вас есть общий множитель, который можно вынести за скобки. Выносим общий множитель за скобки. Тогда в скобочках у нас остается минус 2 плюс у. Да? Вроде бы похоже на это выражение, но не совсем. Минус нам не мешает. Поэтому мы его выносим из скобок. А если выносим знак минус за скобки, значит в скобках знаки меняются. Получаем минус 0,7 умножить теперь вот это выражение посмотрите. У нас известно 2х минус у это минус 8. Заменяем число минус 8 и в результате у нас получается 5,6. Молодцы! мы с вами справились. Итак, ну и последнее совсем несложное задание, чтобы вы получили оценку. Хорошую оценку. Выполните самостоятельно и отправьте решение к учителю-предметнику на электронную почту. Нажмите клавишу стоп и выполните задание. А для тех, кто любит математику и раньше всех ее выполняет, будет пятерка. Если вы правильно ответите на этот вопрос, назовете автора этих слов. пришлите смс с ответом в группу 6-го B или 6-го А-класса. Только тот, кто будет первым и правильно укажет цифру верного ответа, получит дополнительную оценку за блок 5. Итак, домашнее задание. Для того, чтобы подготовиться к контрольной работе, повторите параграф 37-40, выучите правила, изучите конспект в тетради, который мы сегодня разобрали, выполните задание на платформе учи.ру. Там приготовлено для вас задание от учителя. Дано задание от учителя не всем учащимся, потому что многие учащиеся уже эти задания прошли и получили оценки. Ну и математический диктант оформите и скриншот или фото отправите на проверку учителю предметнику. Сегодня мы на уроке выполнили все, что планировали сделать, закрепили правила умножения деления сложения рациональных чисел. Какой итог вы для себя подвели? Зачем нужно знать свойства рациональных чисел? Сможете ли вы самостоятельно применять эти свойства? Как легче учить правила по учебнику или по схеме, по формуру? в чем воспитали трудности? Какому выводу нам пришли? Итак, я вам желаю удачи, запоминайте правила и учитесь только не до до свидания до 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 до